То же самое касается и Карина Туренко, которая также... Можно я два слова скажу? Меня зовут Туренко Карина, я проживаю по улице Днепропетровская, дом 27, корпус 1. Это бывшие Зиловские дома, их два дома осталось. Зилов-то давно уже нет, но у меня это Днепропетровская, 27, корпус 1, и Чертановская, 43, корпус 2. Моя личная ситуация вообще тоже очень интересна, потому что я как собственник квартиры. Меня вот две недели назад через суд выселили как собственника с несовершеннолетним ребенком. Якобы у них свидетельство о собственности на весь дом от 95-го года, что они собственники. И, естественно, все прокуроры Южного округа, все инстанции, все под их попечительством. Я не знаю, что происходит вообще в нашей стране, я вообще понятия не имею. Но то, что меня выселили по решению суда, это однозначно. И теперь вот жду. Самое интересное, они уже опубликовали мое решение суда. Вот мне надо сходить, получить. И притом они пишут, сколько доказательной базы мы предоставляли, судья все отклонил. Их прокуроры все отклонили. Прокурор Вдовичев, он его отклонил, все ни одно не приняли. Вот приняли только их копии, и на основании этого меня выселили. Самое интересное, что в доме, где в своей квартире Карина Турынка является собственником, также и Сергей является собственником, это Днепропетровская, дом 27, есть еще собственник. Там у нас куча собственников. И если со мной у них проходит... Нет, собственник кто, Карина? У вашего дома собственник кто? Амузил. У нас отсутствует, нет, у нас ИГРН отсутствует собственник. Нет, подождите. Это к тому, что как у дома, где есть собственники в некоторых квартирах, да, может еще быть собственником ОЗИО. Понимаете, как позаито на датчик? Я с 97-го года живу, с 92-го года вообще в Москве, я медицинский работник, с 97-го года живу в этой квартире, мои дети родились, ремонт мне никто не делает, все за свои, счетчики стоят, все стоят, все оплачиваю. Как могут человека, семью выселить по решению суда, при том, что ты оплачиваешь полностью квартлату ЖКУ и являешься собственником с 13-го года. Как? Как в этой стране можно дальше существовать? И судебная ее судебная. Как вы думаете, как можно повлиять ситуацию в стране? Я не знаю, как можно уже, раньше хоть у меня какие-то вопросы возникали, сейчас у меня вообще недоверие к власти, просто недоверие. И что делать будем? Мне единственное то, что меня лично касается, это мое личное мнение, я буду стоять и защищать свою семью. Я не знаю, потому что сколько я ходила на протяжении, 5 лет добиваюсь, добиваюсь, чтобы эти дома расселили, при том, что я очередник города. Меня незаконно сняли с очереди, как малоимущую. Не знаю, где-то они обнаружили, что у меня, оказывается, больше зарплата моей семьи. Надо принять, как у тебя в деле. А, и плюс у меня учетное дело, самое интересное, все это делается с Росимуществом, все это делается с ДГИ, при том, что я писала заявление по программе жилища, когда еще программа жилища существовала, перешла, хотела выкупить комнату. Я им писала по программе жилища, что прошу это, вставала в очередь по купле-продаже с рассрочкой платежа. Потом мне приходит, программу жилища прикрыли, приходит мне отписка, что программу жилища закрыли, и вы не стоите на очереди. При том, когда я пишу им официально в ДГИ, ознакомить меня с моим учетным делом и номер учетного дела прописываю, они мне пишут, что да, мое учетное дело такое-то, я стою на очереди. Вот как, где вот это двоякое, вот... Что-то две комнаты дали, что две комнаты. Да, и когда я ознакомливалась, один раз, кстати, ездила, ознакомливалась со своим учетным делом, и когда я его увидела, я была просто в ужасе. В ужасе того, что учетное дело – это документ, где оно должно пронумеровано быть, оно прошито быть. У меня вот так вот, и там другие какие-то фамилии, просто другие фамилии. Наше народное движение «За жилье» обращалось неоднократно в Государственную Думу с тем, чтобы все-таки эта статья 7 федерального закона, которая была принята, ну, подписана Путиным, нашим президентом, что есть вот такая огромная проблема, что ее надо решать, что творятся такие безобразия. Соответственно, депутаты делали запросы в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, но все тщетно. Более того, некоторые из них даже захотели внести поправку в статью 7 федерального закона 189 ФЗ, где те тома, которые были проданы вместе с людьми, чтобы с людьми вместо договора социального найма заключали найм. Это фактически легализация продажи, ну, принятие вот этих поправок в статью 7 федерального закона 189 ФЗ. Это легализация продажи, нет, это легализация продажи людей вместе с домами, да, вот этих всех махинаций. Мы против поправок в статью 7 189 ФЗ. Тогда это коснется всех собственников. Это фактически можно будет, если они примут эти поправки в статью 7 федерального закона 189 ФЗ. Я вначале думала, что меня это не коснется, так как у меня договор социального найма подписан. Но когда я так подумала, это же фактически будет легализация вот этих всех мошеннических схем, и что тогда уголовные дела на них не надо будет заводить. Это получается, можно будет любой дом в Российской Федерации продавать вместе с людьми, а потом собственник будет предлагать заключать жителям, если ты собственник, а вы не хотите договор найма заключить, да. Ипотеку взять, выплачивать, кредитное рабство, пожалуйста. Я сейчас хочу еще рассказать о семье из московского власти, это поселок Спартак. Представьте, пожалуйста. Винниково, Валентино, Раменский район, поселок Спартак, дом 15. Еще раз напомню, говори. Снимите маску, пожалуйста, а то звук будет плохой. Здравствуйте. Здравствуйте. Раменский район, поселок Спартак, дом 15, Винниково, Валентино. Да, что у вас за ситуация? Ну, мы были заселены в 89-м году. Фабрика в советское время. В 2004-м фабрика обанкротилась. В 2006-м появился собственник, который выкупил наш дом вместе с людьми, с нами. Начались суды и нас всех выселили. Вот яркий пример, как людей покупают вместе с домами и выселят на улицу. Документы своевременно. И сколько там людей? 44 семьи. И как пытались бороться, что делали? А их силой выселяли. Да, там было силовое выселение. ОМОНовка выселяли. Жесткое было. ФССП. Значит, все, кто нас смотрит, вы можете посмотреть выселение в Москве, в городе Москве, жителей по улице Савропольская, дом 17. Какое жесткое выселение там было. И как люди этому противостояли. Вот такие же силовые выселения проходят везде. В том числе, это касается и... Спартака, да. Там под окна поставили тележки и просто мебель всю выкидывали в эти тележки. Ну, честно сказать, я вот присутствовала на выселении. Это в 6 утра происходило на Савропольской, то есть дом 17. Но это зрелище, это вообще такое впечатление, что фашисты захватили власть. Идут вот эти вот, я их называю космонавтами, в касках, в черном таком, где-то... Обмундировании. Да, с автоматами. Я была в шоке, думаю, там, извините, пенсионеры, там инвалиды в этом доме, это дети. И вот эти вот оснащенные мужчины. И там был этот Яндаров, когда я ему говорю, вы знаете, что вот это, это мошенничество. Если вы сейчас это сделаете, это преступление. Он говорит, у меня указание. Я говорю, в соответствии с законодательством, людям обязаны выдать договор социального найма. Они все проживают на условиях договора социального найма. И сейчас, если вы сделаете, это с вашей стороны вы будете соучастником вот этой всей мошеннической схемы. И только после вот этих вот слов он остановился, подумал. И они развернулись, попросили у людей, чтобы они написали им. Вот. И после этого они оттуда ушли. Но, честно сказать, я когда вот эту жуть увидела, я думаю, если ко мне вот так вот придут, что я буду делать? Я ей сказала, у меня, думаю, есть на кухне очень много разных приборов. Я свою семью буду защищать. Я хочу добавить, вот поселок Спартак, Раменский район, дом 15. Значит, те квартиры, которые они по суду, значит, людей выселили, эти квартиры сейчас проданы третьим лицам. И живут посторонние. Вот представляете, какая проходит махинация с этим социальным жильем. У нас еще вот есть Верочка Козина. Пожалуйста, выступите, Вера. Это медицинский работник. Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Вера Ивановна, фамилия Козина. Я проживаю в доме номер 3 по 16 парковой улице. История примерно, как и у всех. В 2002 году я вышла замуж за человека, который уже 20 лет проработал в транспортной милиции и проживал в общежитии МПС. МПС. С 87-го года он там проживал, заселялся по ордеру. На момент нашего бракосочетания уже была постоянная прописка, и я тоже как бы заселялась на постоянное место жительства, чтобы иметь постоянную прописку. По непонятным причинам процесс моей прописки затянулся почти на полтора года, но мы тогда не поняли, в чем дело, от чего это зависит. Меня прописали все-таки, да. Но в 2004 году дом поменял адрес. Раньше была улица Нижняя Первомайская, дом 85, дробь 3. А в 2004 году 16 парковая, дом 3. Ну, как бы ладно. Мы запросили документы, подтверждающие официальность изменения адреса, да. Распоряжение префекта было, и в БТИ все это отмечено. А потом, впоследствии, вдруг к нам стали предъявлять претензию. А, вернее, как известно, все бывшие ведомственные общежития прямым указанием закона от 91-го года, это постановление Верховного Совета, отнесены к муниципальной собственности. И, собственно говоря, мы как-то были защищены вот этим законом. Но впоследствии оказывается, что ничем мы не защищены. И наш дом вообще выведен из всех реестров. О нем нигде нет информации. Но в БТИ был единственное место, где он еще оставался как существующий. Вот. И получается, что этот дом реально существующий, построенный в 52-м году, сданный в эксплуатацию в 53-м году, вдруг исчез. О нем больше нет нигде информации. И мы со своей пропиской постоянной, да, нынешней регистрацией, оказались вообще где-то непонятно проживающими. В свою очередь. Простите, а этот несуществующий дом, он еще никому не продан? Вот мы слышим, что с жильцами продают или без жильцов продают? Я вам сейчас отвечу на вопрос. Он, по всей видимости, какие-то сделки прошли, потому что у него официально 5 адресов в адресном реестре числятся. 5 официальных адресов. Одинаковых? Нет, разные. Они отличаются как-то. Как это? Ну вот не взяла я сегодня документы с БТИ. Это касается всех домов. Я вам покажу, да. Это же не на адресации строения, либо там корпус 1, 2, 3. Да, да, да. В общем, вот так вот, да. Но документы подложные предъявляет железная дорога на этот дом, понимаете? То есть очень мудро. Железная дорога владеет домом по документам, которые не относятся к этому дому. У них документация на какое-то там сооружение 41-го года ввода в эксплуатацию, а наш дом 52-го года постройки, 53-го года сдача в эксплуатацию. И везде все это принимается как норма. Мы кричим, ходим, но вся беда в том, что еще железная дорога заявляет свои права на собственность и утверждает, что мы обязаны содержать промышленные комплексы железной дороги. Если мы в этом доме живем с советских времен, значит, мы должны содержать частные комплексы железной дороги. Понимаете, при всей любви и уважении к отечественным железным дорогам, я рассказываю вот такие вот факты. Когда мы считаем, что есть сговор у железной дороги, может быть, какие-то низшие извения этого ведомства, с судом, с прокуратурой. Мы обращаемся, мы прошли до высоких чиновников, дошли. Мы записывались на прием к Кулюкаеву, но нас не пустили, потому что мы встретились в правительстве с нижестоящими, от кого мы уже получали отписки. То есть, понимаете, как федеральный объект, потерян государством, это вот нормально? Федеральное имущество, конечно, оно реализовано где-то. У кого-то есть на него... Я уже слышу, что ваш дом продали. Федеральное имущество